Дорогие телезрители, я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». А вы помните, о чем мы говорили на нашей прошлой программе? В тот раз мы услышали о том, как Павел, в качестве заключенного, начал свое путешествие в Рим, но корабль, на котором он плыл, попал в ужасную бурю. Чтобы напомнить вам об этих событиях, я прочту сейчас отрывок из 27 главы «Деяний святых апостолов», именно с 20 стиха. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Итак, откуда же у Павла взялось такое мужество, как он мог быть настолько уверен в своих словах, и что мы можем узнать касательно того, как Бог бережет и спасает нас? Ответы на эти вопросы вы услышите прямо сейчас. Как же Павел смог приободриться? Ведь у него тоже был повод для уныния и замешательства. Неужели Бог спас его от убийц в Иерусалиме и Кесарии, чтобы он утонул в Средиземном море? Почему Павел смог вести себя так, как будто он был капитаном? Я думаю, что когда-то он им действительно был, но откуда у него взялась такая сила, такая власть и такая смелость, с которыми выступил Павел перед лицом гибели? Я думаю, так было, потому что Павел жил с Богом, Павел много молился. Я думаю, что все эти 14 дней и ночей, насколько ему хватало сил, он провел в молитве. Не зря он написал однажды «Непрестанно молитесь». А еще он написал «Утешайтесь надеждою». «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно». По этим словам, друзья мои, мы можем понять, что Павел много молился в это ужасное время, и Господь был с ним. И сейчас я хочу воодушевить тех из вас, кто оказался в подобной беде. Много молитесь, ищите лик Божий, и тогда Бог даст вам ответ. Находясь в общности с Богом, Павел смог стать лидером и капитаном корабля, не имея специального образования. Он помог людям на корабле продержаться и уберег их от самоубийства. «Ангел Бога», — говорил Павел, «которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». «Какие сильные слова». Он сказал, «Эй, послушайте все меня». Мы видим, как он говорит эти слова в мегафон, не так ли? Но в те времена их еще просто не было. Возможно, он сделал что-то похожее на мегафон при помощи рук. Он взял слово среди этой бури, и он сказал, «Люди, послушайте меня, я принадлежу Богу». И именно такими словами он начал свою речь. «Люди, внимание все! Я принадлежу моему Богу!» «Принадлежу моему Богу!» Так сказал Павел. Он не стеснялся этого. А затем он добавил, «Этому Богу я и служу. Я принадлежу не себе, а Ему. Иисусу Христу, Господу моему. Я служу Ему всем своим сердцем, даже здесь, на корабле». Затем он поведал им то, что той ночью сказал ему ангел, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем. И вот Бог даровал тебе всех полывущих с тобою, посему ободритесь, мужи. Ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Ангел подтвердил Павлу, что Господь не отказался от своего замысла, и что Павел до сих пор входит в него и доберется до Рима. И тут мне хочется вспомнить о своей болезни почек, которая у меня была в 26 лет. У нас уже родились обе наших дочери, и моя жена носила под сердцем крестьяна. И тут я внезапно очень серьезно заболел. Врач сказал мне, что мне придется удалить одну почку, или, по крайней мере, ее большую часть. Что будет дальше, мы не знали. Мои почки практически не работали. И тогда мы с женой принялись молиться. Мы очень усердно молились. И вот, когда моя жена поднялась с коленей после молитвы, она обратилась ко мне, как Павел тогда, к тем, кто был на корабле. Конечно, она говорила не так громко, как я сейчас. Но ее слова обладали большой силой. И она сказала мне, «Вольфганг, да, дела у тебя не очень, но ты не умрешь. Ты будешь провозглашать о Божьих деяниях». Эти слова с тех пор постоянно сопровождают меня. Именно так все и произошло. Бог дал мне призвание, и никто не сможет его уничтожить. Когда к нам приходит беда, и мы думаем, что ее на нас наслал Господь. Когда мы сбились с пути и не знаем, куда нам дальше идти, то вот что я хочу вам сказать. В такие моменты к нам обязательно придет ангел и скажет, «Ты не умрешь, а будешь жить. Ты не утонешь в Средиземном море, а доберешься до Рим и исполнишь свое призвание». Тут хочется спросить, а почему? Исполнение божественных намерений иногда должно сопровождаться такими трудностями. Как-то одна из наших сестер задала мне такой вопрос относительно здания нашей церкви. Пастор, вот скажите, если бы новое здание было Божьей волей, с ним бы не было так много трудностей, не так ли? Она считала, что трудности, с которыми мы столкнулись, были доказательством того, что избранный нами путь был неправильным. Она придерживалась мнения, что если что-то от Бога, то все должно идти гладко, как по маслу. Но, друзья мои, в большинстве случаев все как раз наоборот. Когда вы исполняете волю Бога, очень часто в нашей жизни начинаются трудности. Павел полностью доверял Богу, но вот он на несколько недель застрял на корабле и буквально смотрел смерти в глаза, то есть препятствия, возникающие на пути вашего провозглашения, не означают, что вы на ложном пути. Идите своим путем со Словом Божьим и живите праведной жизнью в общении с Иисусом. Внезапно может сгуститься тьма, но вы все равно доберетесь до места назначения. Никогда не позволяйте трудностям сбивать вас с толку на вашем пути ученичества. Поэтому Павел собрался с силами и сказал людям на корабле, что их выбросят на какой-нибудь остров. И все на корабле заметно приободрились, и у них появилась новая надежда. Когда наступила 14-я ночь, моряки поняли, что находятся где-то неподалеку от Земли. Они точно этого не знали, но догадались по эху или чему-то подобному. Они изучили дно при помощи лота и замерили, что корабль находится уже не на такой большой глубине. «Ага», — решили они. «Значит, где-то неподалеку должна быть Земля». Они испугались, что могут найти на скалы, и поэтому бросили якорь с кормы. Но среди моряков было несколько тех, которые хотели поскорее спустить лодку на воду и уплыть прочь с этого корабля. И тут на сцене снова появился Павел и крикнул сотнику Юлию следующие слова. «Если они не останутся на корабле, то вы ним можете спастись». Мы видим здесь, что Павел достиг определенного авторитета на борту этого корабля. Благодаря своей вере и упованию на Бога он смог набраться сил, и вот как поступил сотник. Мы прочитаем этот момент в деяниях. «Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Поэтому никто не смог убежать». А затем Павел снова взял инициативу в свои руки и стал наставлять всех на борту. И тут мы можем прочесть очень сильное духовное наставление. Это был человек, у которого было так много харизмы и сил, что вся команда корабля стала слушаться его. Это было великим благословением, которое привело ко спасению. Если бы Павел не оказалось на том корабле, все бы там погибли. И вот что сказал им Павел. Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни. Ибо ни у кого из вас не пропадет и волос с головы. И снова, какие сильные слова! Ни у кого из вас не пропадет и волос с головы. И наш Господь Иисус тоже сказал в Евангелии от Луки своим ученикам такие же слова. «Возложат на вас руки и будут гнать вас за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Если Бог желает спасти, дорогие прихожане, то Он спасает всех». Только представьте, они провели две недели в смертельной опасности. Корабль то поднимала, то опускала. Вода хлистала по нему. И в итоге все 276 пассажиров должны были быть спасены, не получив ни единой травмы. Только подумайте об этом. Это было то же самое, что в пустыне, когда Бог 40 лет охранял народ израильский. Они шли босыми ногами без обуви и не получили ни одного синяка, ни одного отека и ни одного повреждения. Это было великое чудо. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя. «Пойдешь ли через огонь, не обожешься, и пламя не опалит тебя». Эти слова навели меня на одну мысль. Именно так бывает с теми, кого хоронил Господь. Они не спотыкаются о камне. Они попадают в беды, переживают опасности, находятся в ужасном положении. Но в итоге они будут спасены. И так будет со всеми нами, дорогие братья и сестры. Когда после долгого и полного бурь путешествия по этому миру мы наконец-то прибудем на берег вечности, мы скажем, мы не получили ни синяка, ни шрама, ни шишки, ни отека, и ни один волос не пропал у нас. Мы полностью спасены и имеем неповрежденное и целое воскресшее тело, полное сил и здоровья. А париков нам там не потребуется. И нас всех без исключения спасут из всех бурь и наводнений этого времени. Это будет великий день спасения. Аллилуйя! День, когда мы перейдем через свой личный Иордан. Да, нам придется бороться. Будет сложно, будет страшно. Мы, как люди, будем ощущать безнадежность. Но в итоге мы все это преодолеем. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Это было настоящее богослужение. Язычники никогда прежде не видели ничего подобного на корабле. Несмотря на то, что все они были потрепанными, измученными и отчаявшимися, Бог собрал их всех, чтобы они поблагодарили Его. Но поели и приободрились. Это напоминает мне одну историю, произошедшую со мной, когда я был подростком. Я очень сильно болел и целую неделю ничего не ел и практически ничего не пил. Меня хотели положить в больницу, чтобы меня там кормили принудительно. Это была эпидемия гриппа, от которого как раз умирала молодежь моего возраста. И тут к моей кровати к страдавшему подошла моя мать и сказала, «Вольфганг, мне было откровение. Сейчас я приготовлю геркулесовую кашу, и ты ее съешь». И знаете, моя мать так и сделала. Она подошла ко мне с миской геркулесовой каши, вернее, с тарелкой. Она, разумеется, обо мне очень заботилась. И тогда она начала молиться обо мне, и после своей молитвы сказала почти то же самое, что сказал Павел этим отчаявшимся людям на корабле. «Ну, а теперь ешь». Она взяла ложку и сказала «Во имя Иисуса». И опасаясь гнева Божьего, я открыл рот. Она поместила ложку ко мне в рот, я проглотил кашу и подумал, что сейчас она полезет назад, как это происходило со мной в последние дни. Но меня не вырвало. И тогда моя мать сказала «Вольфганг, что ты застыл?» «Открывай рот во имя Иисуса». Мне кажется, в тот раз я раз десять, а то и двадцать услышал эти слова «Во имя Иисуса, ешь». В итоге тарелка опустела, а у Вольфганга все осталось в животе. И с этого момента я начал выздоравливать. Это было так же сильно, как тогда Павел, когда попросил людей на корабле принять пищу. Возможно, вам тоже нужен такой стимул. Возможно, вы боретесь с анорексией и не знаете, что вам делать. Но если Бог пошлет вам подобные откровения, то и вы сможете сказать кому-то эти слова «Во имя Иисуса, ешь». Тебе нужны силы. Бывает, что люди сломленные просто не знают, как им жить дальше. Они совсем отчаялись. Но Павел взял хлеб, возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули, подняв малый парус по ветру, держали к берегу, попали на косу, и корабль сел на мель. Но Сувиас и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Какой великий это был момент для Павла и остальных. Но черт не дремлет, и он провел еще одну атаку. Когда уже казалось, что все благополучно разрешилось, в ход событий снова вмешался черт. Прямо перед сошествием на берег воины решили убить всех узников, чтобы никто из них не смог убежать. Неужели у этой истории не будет счастливого конца? Они практически пришли к цели, причем всем удалось уцелеть, и что же? Неужели всех узников, включая Павла, просто взяли и убили? Неужели все так и было? Нет, конечно, потому что Павла должны были судить в Риме, и поэтому Бог направил сердце сотника, чтобы спасти Павла, а вместе с ним и всех других узников, чтобы они могли проплыть или даже пройти последние несколько метров до берега. А те, кто оказался глубже, смогли на досках и обломках корабля выбраться на сушу. И в последнем стихе 27 главы нас ждет Великая Крещанда. Вот что пишет Лука. Я думаю, ему не пришлось долго подбирать слова для этого стиха. И таким образом все спаслись на землю, да славится имя Господне. Вы рады такому концу? Аллилуйя! А теперь прошу вас всех поаплодировать, но помните, вы аплодируете не мне, а Слову Божьему. Это было просто великолепное путешествие на корабле. И в итоге всем, кто плыл на корабле, удалось спасти своими нашего великого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Апостола Павла за свидетельство об Иисусе Христе заключили в темницу, и там он находился в постоянном страхе по поводу того, что его могут убить. И вот по пути в Рим он попал в сильную бурю, которая тоже угрожала ему смертью. Пастор Вегерт, нормально ли это, что христианам приходится страдать, причем даже тогда страдать, когда они вершат волю Божию. Да, это нормально. Такое часто случается в наших жизнях, ибо апостол Павел сказал, что многими скорбями или горестями надлежит нам войти в Царствие Божие. Мы знаем об этом на примере Иова и многих других библейских героев, которым пришлось много пострадать. Это коснулось даже самого апостола Павла. Он подвергся телесным мукам. Некоторые считают, что любого страдания и неудобства можно избежать посредством молитвы и своей веры. Кто-то постится об этом, но, как мне кажется, в Священном Писании нет таких слов, потому что Господь сказал, что мы будем страдать. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство. В своей проповеди ты процитировал стих из книги пророка Исаии, в котором сказано, «Будешь ли переходить через воды?» «Я с тобою». Через реки ли они не потопят тебя? «Пойдешь ли через огонь?» «Не обожжешься?» «И пламя не опалит тебя». Как ты уже сказал, эти слова говорят нам о том, что Бог будет нас беречь. Но как же два этих момента могут сочетаться? Стоит обратить внимание на слова «Будешь ли переходить через воды?» «Я с тобою». Да, в Писании сказано не так. Если тебе нужно будет переходить через воды, то не стоит этого делать. Так же, как в той истории с тремя мужчинами, которых посадили в печь. Бог не уберег их от этого. Да, точно, но Иисус, четвертый, был вместе с ними в огне. А это означает, что Бог бережет нас не только за счет того, что делает так, чтобы несчастья нас миновали, но и делая так, чтобы Он был с нами в такие моменты. Решающую роль при этом играет то, что Он бережет нас во имя вечной жизни. Беды, несчастья и страдания не помешают нам обратить свой взор к Иисусу и начать уповать на то, что Он приведет нас к вечной жизни. Хорошо, а помимо знания о том, что Бог нас бережет, что еще может нам помочь в такие непростые времена. Поскольку в такие времена мы постоянно вспоминаем о Слове Божьем, о Божьих обещаниях нам, о том, что мы должны их выучить, о том, что мы должны поделиться ими с другими в вере и уповании на Бога, поскольку мы слушаем проповеди, основанные на Слове Божьем, поскольку мы постоянно работаем над своей верой и укрепляем ее, поскольку мы живем в единении с другими верующими и заступаемся и молимся друг за друга. У нас есть следующее Божие обещание. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Иисус направляет людей, и мы с вами, дорогие телезрители, должны обращаться к Нему. Если у вас в жизни произошла какая-то беда, то возможно вам придется какое-то время потерпеть и пережить ее. Но одно точно, Иисус никогда не покинет вас, Он будет беречь вас, Он будет хранить вашу веру, чтобы она закалилась подобно золоту в огне. Люди, которые страдают, но продолжают верить, это те, кто получил от Бога истинную веру. Поэтому не отворачивайтесь от Иисуса, а начните уповать на Него в ваших условиях и обстоятельствах. Помните, Он с вами. Да благословит вас Бог. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. «Музыка» «Музыка» «Музыка»» «Музыка»